В Башкортостане инвестиции в газотранспортную систему составят 5 миллиардов рублей в год. Об этом стало известно на встрече правительства республики с представителями подразделений компании «Газпром». В частности, компании «Газпром Трансгаз Уфа» запланировано построить 72 объекта, которые обеспечат газом 25 тысяч домов в 164 населенных пунктах. На сегодняшний день уровень газификации республики составляет более 82%. Это почти на 11% выше, чем в целом по стране. На эти цели «Газпром» в ближайшие пять лет направит 13,5 миллиардов рублей. Это позволит газифицировать более 26 тысяч домов и туристический комплекс «Шульгантаж». Кроме того, льготные категории граждан, как и прежде, могут принять участие в республиканской программе и воспользоваться специальными сертификатами на сумму от 60 до 100 тысяч рублей на подключение домов к газовым сетям. С ноября 2019 года выдали уже порядка трех тысяч таких сертификатов, присоединили к газу более двух тысяч домов. Достижения наших предприятий системы «Газпром» очень нас радуют. Я вот сегодня хотел сказать, недавно предприятие «Газпром Трансгаз Уфа» преодолело очень важный, я бы сказал, исторический рубеж, перекачан четвертый триллион кубометров газа. Мы с вами продолжим проводить и газ в жилые дома, и социальные объекты, и обеспечить инфраструктуру нового предприятия. Будем двигать тему газомоторного топлива, строить новые станции, что у нас тоже неплохо получается на данный момент. Продолжим совместный с УМПО проект по газоперекачивающим агрегатам. Также за последние шесть лет подразделения «Газпрома» в республике приобрели более 100 тысяч видов продукции производителей Башкортостана на общую сумму свыше 17 миллиардов рублей, в том числе на 3,5 миллиарда в прошлом году. Среди востребованных позиций уфимские газоперекачивающие агрегаты производства Уфимского моторостроительного производственного объединения используются в ходе реконструкции компрессорных станций. В этом году региональное подразделение также планирует продвигать тот же двигатель, только в новой модификации, а также другие инновационные продукты производителей республики. В Башкортостане завершается строительство хирургического корпуса республиканского кардиоцентра. На данный момент уже идут работы по облицовке фасада и помещений. Всего на возведение зданий и закупку оборудования направили 6 миллиардов рублей. Общая площадь корпуса составляет более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет многофункциональным. Помимо реанимации и операционных, в нем будут располагаться отделения дезинфекции, лучевой диагностики, поликлиника для взрослых, аптека, дневной стационар, лаборатория, а также административно-хозяйственный блок. Я очень надеюсь, что в 2022 году мы примем первых пациентов. Это будут пациенты, которые проживают в республике Башкортостан, а затем и те, кто живут рядом Челябинская область, Оренбургская область, Татарстан. За год в республиканском кардиоцентре проводят около 16 тысяч обследований и операций. Медицинскую помощь получает порядка 80 тысяч пациентов, а с появлением нового корпуса больница станет одной из лучших в стране, отмечают специалисты. В Башкортостане объем переработки сельхозпродукции планируют увеличить до 200 миллиардов рублей. Это позволит республике в течение пяти лет войти в число ведущих регионов страны по этому показателю. Об этом заявил министр сельского хозяйства, вице-премьер региона Ильшат Фазрахманов. Субсидии с бюджета получат предприятия, которые будут заниматься переработкой сельхозсырья независимо от их формы собственности. Это могут быть сельхозпредприятия, общество с ограниченной ответственностью, кооперативы или индивидуальные предприниматели. Кроме того, в числе механизмов БОС поддержки предусматривается возмещение части затрат на приобретение сырья, техники и оборудования для пищевой промышленности. А также гранты до 14 миллионов рублей на создание перерабатывающих кооперативов. То есть по приоритету, по конкурсу в основном поставим коэффициент очень высокий. Кто будет покупать за эти деньги до 5 миллионов убойные цеха, полуфабрикаты, возможно холодильники. Это будет у нас приоритет. То есть мы господдержку перенаправляем от сырья в большую сторону переработки. Но чтобы не тратить зря федеральные деньги, лучше все равно переломный момент 2021 года должен быть. Также глава республики Ради Габиров предложил организовать тематические мероприятия для башкирских производителей. В рамках третьего пакета антикризисных мер на углубление переработки сельхозпродукции направят 100 миллионов рублей. Разработку проекта уфимского IQ-парка оценили в 94 миллиона 600 тысяч рублей. Республиканский информационно-издательский центр «Деловая литература» объявил открытый аукцион по поиску подрядчика, который также сделает дизайн капремонта здания на улице Закивалиди. Согласно техзаданию, проект должен включать в себя фудкорт с открытой террасой, клубный этаж, конгресс-центр и пространство для вип-гостей. На крыше планируется проводить мероприятия или конференции. Отобрать подрядчика собираются 17 февраля. Проект нужно выполнить в течение двух месяцев. Напомню, технопарк планируют открыть в мае этого года. Площадь IQ-парка составит 36 тысяч квадратных метров. Его резидентами станут высокотехнологичные компании, которые специализируются на инновационных разработках для ТЭКа в сфере информационных технологий и других перспективных отраслях. Ожидается, что за пять лет количество участников вырастет до 130, ими будут созданы более полутора тысяч новых рабочих мест. А выручка составит порядка 5 миллиардов рублей в год. Депутаты республиканского парламента запретили курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Эти устройства приравняли к обычным табачным изделиям. Соответствующие поправки в региональный антитабачный закон приняли в госсобрании. Они вступят в силу через 10 дней после официальной публикации. Согласно нововведениям, электронные испарители теперь запрещено курить на остановках, парковках, подземных переходах и парках. На решение депутатов повлияли результаты исследований, которые показали небезопасность электронных устройств, а также необходимость профилактики курения среди подростков. Напомню, в июле прошлого года в Башкортостане вступил в силу закон о штрафах за курение в парках и на остановках. Нарушители могут оштрафовать на 500 рублей. В случае повторного нарушения сумма удваивается. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.